Продолжение следует... С учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под роликом. Повесть-сказку «Портфель капитана Румба» Владислав Крапивин впервые опубликовал в журнале «Пионер» в 1991 году. Она публиковалась с продолжением с 8 по 12 номер. Она часть «Деологии. Сказки капитанов». Вторая книга называется «Я больше не буду» или «Пистолет капитана Сундукера». Она была издана в 1996 году. Интересно, что Владимир Талалаев в книге топологии «Миров Крапивина» считает сказки капитана не дилогией, а трилогией. Он считает, что в нее еще входит пояс «Страна синие ячейки». Также он считает, что трилогия входит в цикл «Легенды Великого Кристалла». То есть ее действие происходит не в нашей реальности. Но мне здесь что-то сложно сказать, поскольку «Портфель капитана Ромба» я прочел непосредственно перед написанием этого отзыва. И читал, естественно, его впервые в жизнь. Незнакомы мне были и продолжения. Вот как выглядит обложка книги. Пожалуй, факта, который я обнаружил в пользу предположения Таллаева 2. Действие повести начинается в европейском городе Гульстаун и продолжается в том числе и в Полинезийском королевстве Нукануки. Я в нашем мире такого европейского города и такого полинезийского королевства не знаю. Но город и королевство, впрочем, можно считать условными названиями. Такое тоже часто используется в литературе. Видимо, дальнейшее знакомство с указанными книгами даст новые факты, подтверждающие мнение Таллаева. Также нужно отметить, что вроде бы детские произведения Крапивина часто очень серьезные. А то бывают и откровенно страшными. И далеко не детскими страхами, скажем так. Здесь же этого нет. В повести откровенный элемент наигранности, более того, откровенный элемент пародии над пиратскими романами. Суть интриги. Мальчик-сирота Ричард по прозвищу Гвоздик. Прозвище ему дал русский капитан, и поэтому он действительно Гвоздик. По-английски в просторечии Ричард Дик. А он носил берет, этот самый Дик. Ну вот отсюда и прозвище Гвоздик. Он был действительно на него несколько похож на Гвоздик. Этот мальчик, скажем так, при ошарашивающих обстоятельствах, знакомится с капитаном корабля Милый Дюк. Этот капитан немного промышляет контрабандой, поэтому его преследует полиция. Что и породило данные ошарашивающие обстоятельства. Капитан, кстати, оказывается одесским греком. И это вносит в повесть только неповторимого одесского колорита. И вот в силу указанных, ошарашивающих обстоятельств, они случайно узнают координаты острова, на котором якобы спрятан клад, который там спрятал уже довольно давно, очень известный в этой реальности капитан Ромб. Дальше начинается классическая охота за кладом на суше и на море, с массой смертельных опасностей. Причем смертельных всерьез, несмотря на элемент наиверности. Действие повести, кстати, хронологически происходит в конце XIX века, и поэтому оно идет на борту как парусных, так и паровых судов. Об интриге повести больше не буду. Она достаточно увлекательна и, думаю, нервочарует читателя. О конспирологии. Элемент конспирологии, по моему скромному мнению, более чем впечатляющий. В сказке действуют два вида сказочных существ. Джин, сам он себя называет Угу, с ударением на первом слуге. И корабельные гномы. Про корабельных гномов пока ничего не могу сказать. Они действительно кругом сказочные существа. Хотя есть одна деталь касательно их. Один к одному повторяющая, скажем так, тоже еще одну деталь в романе «Мастер и Маргарита». Михаила Булгакова, создателя этого романа, супруги Бузиновские тоже относят к конспирологам и сторонникам теории Роберта Бартини. И я с ними согласен. Но об этой детали я пока говорить не буду. Думаю, стоит собрать больше фактов. А вот от Жени, думаю, можно и даже нужно поговорить детальнее. Напоминаю, согласно концепции Бартини, потусторонний мир реально существует. Она построена на концепции реинкарнации. А значит, усуществуют энергетические существа. Существа, состоящие не из плоти, а из энергетических полей. Джин, Угу, Крапивина. Именно такое существо. Вообще, вопрос об энергетических существах достаточно сложен. И это опять, ну ни разу, не сказка и ну ни разу, не религия. Согласно современной теоретической физике, самодостаточные энергетические структуры невозможны. Ну а значит, невозможные энергетические существа. Равно как и у человека не может быть бессмертной души. Поскольку бессмертная душа тоже самодостаточная энергетическая структура. Но это с точки зрения теоретической физики. С точки зрения практической физики ситуация не просто другая. А она прямо противоположная. Дело в том, что современная практическая физика признает факт существования шаровых молний. Они как раз и есть. Те самые самодостаточные энергетические структуры, существование которых невозможно теоретически. Что бы там ни было, но портфель капитана Румба – это первое произведение Крапивина, попавшееся мне. В котором он не просто говорит, что энергетические существа возможны. Но он детально описывает, что это такое энергетическое существо. Угу или джинн. Дело в том, что джинн сам детально рассказывает гвоздику, кто такие Угу. Эти существа очень близки к Барматунчикам. В Голубятни на жёлтой поляне. Только Барматунчики – это кристаллы энергетические существа. Их можно создать только из особого вида песка. Кстати, в Голубятни есть цивилизация, ну или самоорганизующая система чёрных кристаллов. Что, кстати, опять, ну ни разу не сказка. Особенно, если вспомнить, как устроена современная компьютера. Угу же – это чисто энергетические существа. С кристаллами никак не связанные. Самая же главная их общая черта с Барматунчиками в том, что Барматунчики могут ответить только на один вопрос. Но зато практически на любую. Угу же могут исполнить только одно желание. Но опять же зато практически любое. Ещё одна интересная деталь. Барматунчики, ответив на вопрос, скажем так, прекращают существование. Угу же, исполнив желание, скажем так, улетают. Но они точно не умирают. Им просто нужно очень много времени для того, чтобы накопить энергию для нового желания. Что это за энергия, Крапивин не уточняет, но ясно, что это может быть только энергия Кундалини. Именно эта энергия присуща душе человека, согласно Ивану Ефремову. А душа человека – это тоже энергетическое существо, согласно теории Роберта Бартини. Но это ещё не самый впечатляющий факт. И далеко не самый впечатляющий факт. Повесть сказка «Портфель капитана Румба» – это первое известное мне произведение Крапивина, в котором прямо сказано, что жизнь в нашем мироздании строится на реинкарнации. Приведу диалог Джина и Гвоздика, в котором Джин рассказывает Гвоздику, что жизнь в нашем мироздании строится на реинкарнации. Джин, кстати, иногда пристает перед Гвоздиком в образе индийского профессора с говорящей фамилией Башкам Пудри. У него своеобразный характер, весьма близкий к характеру другого Джина – старика Хаттабыча. Его создателя Лазаря Лагина, супруги Бесиновские, тоже относили к аспирологам и сторонникам теории Роберта Бартени. Поэтому в указанном диалоге Джин – профессор. Диалог, понятно, и лучше зачитаю. И Гвоздик стал думать. Изо всех сил самое необыкновенное желание вспыкивали у него в голове. Какое выбрать? Профессор угадал одну из мыслей Гвоздик. Искался вздохом. Только не проси без смерти. Не можете, да? Тихо отозвался Гвоздик. Почему же? Вполне могу. Только очень это грустное дело – жить вечно. Те, кого ты любишь, уходят, уходят один за другим. А ты с ними прощайся, прощайся. И так без конца. Это во-первых. А во-вторых, каждый человек и так бессмертен. Только немногие пока знают это. Вернее, бессмертно-человеческая ия. Однажды рожденное, оно вечно пребывает во Вселенной, обретая разные формы и сливаясь со всеобщим разумом мира. Это вы про душу, что ли? – робко спросил Гвоздик. Можно сказать и так. Дело ведь не в названии. А в том, что все мы – частички вечной мысли. А она – одно из свойств мироздания. Непонятно, да? Немножко непонятно. Я про такое думал, когда смотрел на звезды. Только словами это объяснить трудно. Словами трудно, согласился профессор. Не знаю, может, кто-то и скажет, что данный разговор поддается произвольному толкованию, и его нельзя считать. Сто процентным доказательством того, что жизнь во Вселенной Великого Кристалла Крапевина строится на реинкарнации. Но, на мой взгляд, иначе и выстолковать трудно. Особенно в контексте с другими, уже обнаруженными мной и обозначенными в других отзывах фактами. Впрочем, я готов охотно выслушать и другие толкования. Вот, пожалуй, и все, что я пока хотел сказать. Безусловно, рекомендую пыречь к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok